Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствуют грибоведы! Продолжаем рассказ о грибах наших лесов. Сегодня у нас рассказ про мецену розовую. Мецена розовая. Она довольно часто встречается в лесу. Просто очень маленькая, ее как-то так особо и не видно. Отличается она именно розовым цветом. Обратите внимание, что розовое все у нее. Особенно шляпка. Шляпка, вот смотрите, она небольшенькая и с пупырышком наружу. В середине пупырышек. И он отличается более каким-то другим темным цветом. Потом идет светлая зона, а потом идет более темная зона. И тут видны как рубчики. Это проступают пластинки сквозь шляпку. Потому что она почти прозрачная и очень тонкая. На ощупь гладкая и немножко водянистая. Тут даже видно эту водянистость. Но у некоторых мецен это зональность слабо выражена. Ну вот у молодых пупших в середине вообще какого-то белого цвета. Он постепенно коричневее, желтеет. Но становится другого цвета. Хорошо. А сейчас посмотрим о съедобности. сведения противоречивые. Одни считают ее несъедобной, другие считают ее съедобной. Ну, честно говоря, собирать такую маленькую меценку не хочется. То есть мы сейчас рассказываем просто, что вот если встретили, как она называется. Сляпка у нее вначале колокольчатая. Вот даже у маленькой. И в середине ее очень заметен этот бугорок. Он вначале какой-то даже почти белый, светлый. Постепенно шляпка распрямляется и становится распростертой. Вот здесь уже видно, как она распростертая становится. Вот. Давайте теперь на пластинки посмотрим. Сорвем более старшую. Ой, никак не могу ее поставить. Вот. И вот молодая совсем. Ну, это трудно поставить. Ну, вот так вот. Ну, пластиночки, как вы видите, тоже розовые. Они немножко другого оттенка розовые. У молодых грибов они почти белые. С возрастом становятся все более розовыми. Они довольно редкие. Вот видите. Ну, у некоторых они такие извилистые. Так. Ножка. Она обычно почти белая. Вот у молодых мецен даже заметно, что она совсем белая. Да. Постепенно она становится более темной. Особенно к основанию. И тоже розовой. Вот. Видите? У более старшего гриба она уже более розовая. Интересно то, что ножка гладкая, ровная. И никакого ни кольца, ни чешуек на ней нет. Но она расширяется к низу. Вот это характерная особенность этих мецен. Ножка расширяется к низу. Равномерно причем расширяется. Так. Теперь мы ее... Да. Такое как. Плавное расширение. Теперь мы ее разрежем. Давай. Разломалась. Ну, ничего, ничего, ничего. Вот эта половинка хорошая. Да, нормально. Ага. Она очень тоненькая, эта мецена. Ее как-то трудно даже разрезать. Ножка волокнистая. И в середине... Ну-ка, она полная или нет? Сейчас посмотрим. Так. Ну да, вот какой-то есть. Вот такой, да? Такой канал. Ну-ка, сейчас вот так отрезаем. Ну-ка, куда-да? Намек. На дырочку есть. Поскольку грибочек такой маленький, то трудно понять, что там внутри. Когда разрезаешь ножку, она настолько мала. Ну, все-таки дырочка какая-то есть. Так. Где растет? Ну, в данном случае это у нас вот березняк такой. Ну, молодой. С рябиной. С рябиной. В перемешку. Вот. Семьи часто многочисленные. Да, у грибов бывает много. Вот она. Еще такая большенькая. Ну, семья у них многочисленные. Растут дорожками. Такими кучками. В общем... Вон как растет. Это мы тут шарились сейчас. По размеру вот обе. Самое большое 6 сантиметров. 5-6 сантиметров. Больше он не вырастает. По высоте, конечно. Рукой вот возьми. Вот эти большие. Ну, вот большие. Я еще не пробовала их. Ну, давай. Неприятный запах. Ну, его называют редичный. Этот запах. Такой острый достаточно. Ну, для меня неприятный. Кому-то нравится. Редичный, да? Да, как-то так. Так, а теперь буду пробовать на вкус. Какая-то волокнистость такая. И вкус, кстати. Угу. Да. Ты тоже попробовал? На редьку похоже, да. Ага. Да, кстати, похож вкус на редьку. Угу. Она не горькая и не сладкая, а именно редька. Редичный вкус. Ну, я думаю, не потому что она несъедобная, а потому что ее просто она мелкая и собирать ее не хочется. Нет. Так что даже будь она съедобной, все равно бы, наверное, не стали ее вы собирать. Да. Вот такой вот гриб. Мицена розовая. Встречается часто, возникают вопросы, что же за грибочек. Ну, вот такой грибочек. Растет себе и растет. Украшает лес. Своим цветом. И слава Богу. Радует нас своим цветом. Так что... Цветом формы промыслового значения не имеет никакого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сегодня у нас 22 сентября 2018 года. Дорогие друзья, мы надеемся, что своими фильмами помогаем вам разобраться в огромном царстве грибов. А мы с большой благодарностью примем любую вашу помощь. Наши реквизиты вы найдете на сайте или на канале YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Постараемся на все их ответить. Ну, а вам желаем, чтобы ваши корзинки всегда были полными. Ну, и не медицинами, конечно, а какими-то более хорошими грибами. Всего вам доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok